Пришвин Учился в Елецкой гимназии. Успеваемость хромала. Почти по всем предметам у Миши Пришвина были двойки и тройки. В четвертом классе его исключили из гимназии за то, что нагрубил учителю географию. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы в гости не приехал богатый дядюшка из Сибири, который увез мальчика в Тюмень. Там Михаил Пришвин закончил гимназию, считаясь одним из лучших учеников. Потом за перевод немецкой запрещенной книги он попал в тюрьму. Освободившись, уехал в Германию, где изучал науки о природе и получил диплом агронома. Однако на природу Пришвин смотрел не как аграрник, а как художник. Он бросил свою профессию и начал писать. В 1917 году, как человек, не принявший большевистский переворот, он стал сотрудничать с правой сельской газетой «Воля народа», где были опубликованы его довольно острые заметки. В начале 1918 года большевики арестовали писателя. Когда его выпустили, Михаил Михайлович уехал в Елец. Там он преподавал в родной гимназии и рассказывал детям о своих путешествиях в природе животных. Из этих рассказов и родились его знаменитые детские книги. В Липецке имя Михаила Пришвина носит улица и центральная городская детская библиотека, а в Краеведческом музее хранятся личные вещи писателя. Это серебряный подстаканник и ложки и белая домотканная рубашка, сшитая по заказу Пришвина.